Лекарства втридорога. Подробности уже сообщали, что Департамент здравоохранения Киевской мэрии закупил препаратов для гемодиализа на 30 миллионов гривен. Их стоимость вызвала множество вопросов, ведь, например, в Польше расценки в несколько раз ниже. Кто зарабатывает на закупках, попытались выяснить наши корреспонденты. Киевский центр о нефрологии и диализа здесь лечится годами и даже десятилетиями. Без процедуры гемодиализа в Украине эти пациенты обречены. Александр Мартыненко трижды в неделю по 4 часа проводит в больнице. Он работал оператором и 32 года назад снимал горящий четвертый энергоблок ЧАЭС. После этого у мужчины отказали почки. Хотелось лучше получать очистку на гемодиализе, очистку крови от токсинов, от токсических веществ. Потому что от этого и плохое состояние, если недостаточная очистка. Это и головная боль, это и плохое самочувствие, это и слабость, и сонливость. Это зависит от качественных реагентов, то есть от расходных материалов. И хотя само лечение для чернобыльца бесплатное, более эффективные препараты приходится докупать. Где я беру препараты? За что я их покупаю? Им все равно. Поэтому приходится покупать за свои деньги. У чиновников ответ один. У государства денег нет. Тем временем из бюджета на лечение таких пациентов только в столице выделяют десятки миллионов гривен. В начале мая департамент здравоохранения Киевской мэрии закупил немецкие препараты для гемодиализа на 30 миллионов. Тендер через Прозора выиграла некая фирма Билимет. Журналисты издания «Наши гроши» узнали, что польские больницы заказывают препараты того же производителя втрое дешевле. Возвращались, что компания выиграла эти торги, которые за украинскими правилами, на то, что и честно. Но цена отрозняется от европейских, близких до нас, страны, Чехии, Польши, очень сильно. Мы просто сравнили цены тут и там. И выяснили, фистульные иглы Киев закупил по 23 гривни за штуку, в то время как поляки и чехи покупают их за 7-8 гривен. Концентрат для гемодиализа в перерасчете на украинскую валюту полякам обходится в 15 гривен за литр, а столичные власти согласились на цену в 40. Участие в тендере принимали три фирмы, а победителем оказался Билимет. В компании, которая выигрывает миллионные тендеры по всей Украине, работают всего 4 человека. Арендует помещение площадью 20 квадратных метров на улице Михайловской в центре Киева. Нет здесь ни вывески, ни солидного офиса. С компанией связано еще одно помещение, склад на Петропавловской Борщаговке. При этом второй участник тендера, топ-сервис Медтехника, арендует помещение по тому же адресу. В 2016-м в отношении фирмы Билимет было открыто уголовное производство. Следователи подозревали, что поставщики заключили договор на 7 миллионов гривен по предварительному сговору с руководителями Броварской районной больницы. При этом в клинике отделение гемодиализа не работает. Средство ведется до сих пор, но Билимет улечили в очередных грехах. В частности, компания заключила договор с Житомирским облсоветом на поставку материалов для гемодиализа на 26 миллионов гривен. А потом изменила поставки немецкой техники на египетскую. На диализе завжди заработали. И, конечно, посередники заключались для того, чтобы можно было заработать на отказах. В всех странах закупывают послугу. То есть, фактически, есть купа диализных центров, которые дают послугу, и государство платит послугу. То есть, ты приходишь, тебе дают послугу, и государство платит гроши. Что происходит у нас? У нас государство покупает все расходники. У нас покупают отдельно розчины, отдельно фестульные волки, отдельно магистрали. Ну, то есть, отдельно купуется все, и, фактически, на каждом лоте можно заработать. Мы направили запрос в Департамент охраны здоровья, чтобы узнать, почему лекарства закупают втридорога. Киевские чиновники пока молчат. Ждем ответа. Геннадий Вивденко, Наталья Шумакова, Марина Григорян, Андрей Костюк. Подробности, телеканал Интер.